Добрый вечер! Сегодняшние наши герои – это два, наверное, очень заметных персонажа того, что называется «Искусством новых медиа». Это австралиец, работавший в Лондоне, Амстердаме, Милане, и сейчас являющийся настоящим гражданином мира и преподающий по всему миру и в Сидней, и в Гонконге, и в Пекине, в общем, действительно везде, Джеффри Шоу. Художник, начинавший в 60-е годы, начинавший с того, что называлось в то время расширенным кино, как некой новой опцией для новых медиа, для соединения кинематографического искусства и искусства хэппининга, скажем так. И второй наш герой – американский художник Тони Урслер. Его карьера начинается в конце 70-х-80-х годов. Художник, занимающийся видеоартом, художник, который сам говорит о себе, который может сказать, что это одна из тех фигур, с помощью которых видеоарт вышел из того, что сам Урслер называет гетто новых технологий, что там есть искусство новых технологий, которое само по себе есть, а просто искусство, которое выставляется в музей. Вот Урслер – это наряду с Биллом Виолой и с Гарри Хиллом, с художниками той же генерации, это тот человек, благодаря которому это искусство видеоарта вышло за пределы видеоарта и стало просто одним из таких, в хорошем смысле этого слова, мейнстримных медиа. То есть он, в общем, выжил из того гетто, которое в своё время строило поколение художников, тоже поколение художников, к которому относится Джеффри Шоу, наверное. Вот почему мне их хочется объединить, не только потому, что это два значительных персонажа этого самого медиаискусства, медиаарта, это не единственное между ними сходство, не единственное между ними пересечение. Наверное, потому что и для Джеффри Шоу, и для Тони Урслера неким принципиальным вопросом является то, как этому самому искусству новых медиа, которое по определению работает с чем-то нематериальным, что это может быть телепроект, это может быть кино, это может быть виртуальная реальность, с которой Джеффри Шоу начинал работать одним из первых. Как этому вернуть физическое измерение, как этому вернуть телесность, как этому вернуть возможность для зрителя взаимодействовать с этими виртуальными мирами, с этими медийными образами здесь и сейчас, как вернуть этому искусству измерение экспириенса, измерение опыта, измерение опыта, который ты переживаешь здесь и сейчас, и понять, насколько этот опыт может быть физическим, как эти новые технологии, как эти новые медиа могут взаимодействовать с нами физически, как можно действительно зрителя вовлечь физически в переживание этого произведения. И еще одно сходство между ними, которое имеет смысл упомянуть, это то, что оба они работали с паблик-артом, причем для Джеффри Шоу паблик-арт – это достаточно принципиальная позиция. Начиная с 60-х годов, это художник, который выходит за пределы того, что считается современным искусством. Художник, который работает не для музеев, его достаточно легко назвать дизайнером, его достаточно легко назвать автором-разработчиком неких мультимедийных, образовательных или познавательных аттракционов. И то, что делает Урслер в 2000-х годах, это тоже такие очень интересные, очень мощные проекты паблик-арта, публичного искусства. Это тоже один из тех художников, который сделал видео, который сделал искусство новых медиа одним из форматов паблик-арта. И тоже то, что связано, это, может быть, не самая главная биография этих художников, но, тем не менее, тоже достаточно интересное пересечение, это то, что и Джеффри Шоу, и Тони Урслер известны в том числе своим сотрудничеством с рок-музыкой, с рок-музыкантами. И что Джеффри Шоу сотрудничал с Pink Floyd, с Genesis, а Тони Урслер сотрудничал и дружил с Дэвидом Боуэль. И, наверное, вот этот самый интерес этих обоих художников к рок-музыке тоже достаточно показательный, потому что, может быть, живой рок-концерт – это, наверное, та форма искусства, та форма художественного зрелища, которая вызывает предельное ощущение живого переживания этого опыта, что это происходит с тобой здесь и сейчас, что это ничем не опосредованно, что ты видишь романтическую фигуру художника неотторжимого от своего произведения. Это действительно то, что мы видим на живых музыкальных концертах, может быть. И интересы, какое-то взаимодействие с этой рок-культурой, с прежде всего именно живыми рок-концертами – это, наверное, тоже то, что этих художников объединяет, и объединяет достаточно неслучайно. Начинаем мы с Джеффри Шоу, художника, как я уже говорила, родившегося в Мельбурне, но с 60-х годов, получившего художественное и архитектурное образование. С середины 60-х годов живущего между Лондоном и Амстердамом, учившегося в Милане, и начавшего свою художественную деятельность с таких инсталляций, которые еще не были мультимедийными, но которые уже были интерактивные. Вот такая галерейная инсталляция, посвященная Данте, еще пока что скульптурная, это еще инсталляция в таком достаточно традиционном смысле этого слова, даже если для 60-х годов инсталляция была сама по себе новым медиа, новым форматом искусства, для которого и для самого Шоу в этой инсталляции важно, что она была прежде всего, почему это не некий ранний эксперимент, а то, с чего он начинает свою биографию, это то, в чем уже было измерение интерактивности. Эта инсталляция, которая, как любая инсталляция, вовлекает зрителей физически, что ты не смотришь на это, не заглядываешь в это пространство, созданное художником, а оказываешься внутри него. И здесь эта интерактивность была связана с тем, что часть инсталляции располагалась на полу, и зритель мог и должен был пройти по ней, почувствовать ее физически, почувствовать, как меняется почва у него под ногами, вступить с этим искусством в некое физическое взаимодействие. А последующие опыты тогда же, в середине 60-х годов, Джо Фри Шоу начинает интересоваться, новыми медиа начинает интересоваться тем, что в то время называлось, как я уже говорила, «расширенное кино». Это некое возникшее в 60-е годы движение, и это название книги, некая концепция, предлагающая расшатать, расширить те представления о кино, которые вполне себе о кинематографе, которые вполне себе уже сложились в то время, что это расширение предлагалось, расширенный кинематограф, расширять его предлагалось в разные стороны. Это было использование видеоарта, это было использование кинопроекции, как части хэппенингов. Но, наверное, для шоу расширение кинематографа предполагало, прежде всего, некое попытки вовлечь в него, так или иначе, вовлечь в него публику, сделать кинематограф не той ситуации, в которой зрители пассивно сидят в темном зале, отказываются, как бы вычеркивают свое, в этот момент отказываются, или забывая о своем теле, забывая о своем физическом существовании, и смотрят на экран, погружаясь в этот самый вымышленный мир, отделенный от них экраном, проецируя себя за эту самую стену. А когда они оказываются внутри этого зрелища, внутри этого кинематографа, когда исчезает разделение на зрительный зал и некий заэкранный виртуальный мир, когда кинематограф, это соприкосновение с кино, оказывается для зрителей неким физическим опытом, оказывается неким опытом вовлечения. Собственно говоря, тот один из первых проектов, который шоу делает в качестве кино, это проект, который он делает с несколькими соавторами, постоянное движение звука и изображений, это рисованный анимационный фильм, который был важен не сам по себе, а важен был как то, что потом будет наполнением всех его событий, как кинособытий, событий в сфере расширенного кино, которым он занимается в 60-е годы. Это рисованная анимация, рисованная от руки, абстрактная анимация, вполне в духе тех экспериментов, которые с анимационными фильмами, которые происходили в 20-е годы, когда появилась абстрактная анимация, когда анимация мыслилась как продолжение не кино, а изобразительного искусства, авангардного искусства. Занятно то, что рисовалась эта анимация по принципу изысканного трупа, по сериалистическому принципу Буриме, это совместный проект, это почти некое автоматическое письмо, в котором участвует несколько авторов, и то, что получалось, это достаточно трудное рисование, ручное рисование, но то, что получилось в результате этого рисования, было как бы это абстрактное, это некие абстрактные паттерны, перетекающие по экрану, это некий вопрос тренировки внимания для зрителя, как он воспринимает эту изменяющуюся орнамент, успевает он оценить эти изменения, успевает он за него зацепиться взглядом, и это то, что потом будет использоваться, собственно говоря, в событиях или в инсталляциях, которые делает Джефф Решова впоследствии. Где еще есть, это не только вопрос о том, как зритель может войти в кино, как может ожить изображение, как может ожить картина, как может ожить визуальное искусство, и как все это может обрести плоть, обрести тело, как кино может обрести плоть, как картина может обрести движение, обрести плоть. И один из первых проектов того же времени был проект, посвященный Клавису Трою, Это не очень известный второго ряда французских и второго поколения французский сюрреалист, фиксирующийся прежде всего на эротических переживаниях, на эротических образах. И то, что предложил Джеффри Шоу, если это действительно некая картина, фиксирующаяся на телесности, фиксирующаяся на эротике, на фетишизации тела, то почему бы это тело не сделать более осязаемым? И он взял слайд, картину этого самого художника и проецировал ее на женский манекен, который является элементом этой картины. То есть он материализует эту картину, действительно строит гипсовый манекен, в котором есть персонажи этой картины, и на него проецирует фильм. Давай это такой достаточно простой ход, но позволяющий увидеть, как эта картина обретает плоть. И в другой версии, вторая версия этого события, эта инсталляция даже была более замысловатой, потому что там уже фигурировала не только манекен, там фигурировала живая женщина, женщина-перформер, одетая в белое латексное трико, под которым были спрятаны воздушные шары, и зрители могли с помощью трубок надувать и сдувать эти шары. На эту женщину шла проекция, и, соответственно, ты можешь не только изменять форму ее тела, но и изменять экран. Ты можешь изменять эту кинокартинку, потому что ты меняешь форму экрана, но при этом это изменение формы экрана – это такой достаточно эротический опыт с существованием, контакта с перформансисткой. Опять-таки, это 60-е годы, это время сексуальной революции, это время переосмысления того, насколько телесность, насколько эротический опыт может быть вовлечен в искусство, что в нем табуировано и что в нем нетабуировано. И поэтому это вполне закономерно для перформансов 60-х годов, вот эта самая работа с телесностью, работа с желанием, которое в ней есть. И действительно, ощущение того, что сам по себе экран, сама поверхность проекции должна быть живой, должна быть подвижной. Вот такой вот проект, собственно, для этого самого анимационного фильма, который шел с автором, рисует в 1966 году. На что его можно проецировать? Можно сделать экран, который будет полупрозрачным, который будет внутри, который будет заполнен дымом или который будет заполнен паром. Это будет все время меняющееся пространство, это будет пространство, в котором само по себе это абстрактное изображение будет постоянно подвергаться изменениям. И зритель может оказаться внутри этого пространства, более того, публика может менять эти экраны, экраны, которые частично были надувными, из надувных структур. Вот эти самые люди, которые сидят в зале, они надувают и сдувают экраны, на которых идут проекции, таким образом изменяя изображение, таким образом становясь с авторами этого фильма. И лепя это изображение, это как можно лепить скульптуру, манипулируя через свое дыхание, манипулируя через некое физическое усилие, которое их вовлекает в эту историю. И вот получается такое достаточно психоделическое пространство, которым они манипулируют. И целый ряд проектов, на что можно проецировать изображение, это все тот же самый абстрактный фильм, а на что его можно проецировать, чтобы он каждый раз был разным. Например, такой экран, который состоит из хирургических перчаток, пластиковых, перчатки, которые в какой-то момент можно опять-таки с помощью зрителя надуть. Можно надуть, и тогда появляется белая плоскость, на которой можно что-то спроецировать, их можно сдуть. И ты видишь либо изображение, тогда ты забываешь, на что оно проецируется, либо изображение пропадает в тот момент, когда проступают эти перчатки. Перчатки, опять-таки, как некая замена и субститут человеческого тела, и субститут вот этой самой тактильности в буквальном смысле этого слова. Там вариант, когда, естественно, там вовлекается тело не только зрителя, но и тело перформера. Это был такой большой, достаточно физиологичный перформанс, в котором был бассейн, заполненный желеобразной желтой массой, на которую проецировался фильм. Сидевшая в нем женщина в бинтах, на которой утекла эта желтая жижа, эти бинты, они с нее соскальзывали, она оказывалась обнаженной. И там шарики, которые прокалывали люди в масках, эти шарики тоже падали, переставали быть экраном. Жидкость, которая вытекала из этого бассейна, с нее появлялся дым, эта проекция, то исчезала, то появлялась, в зависимости от того, как менялась. То, на что ее можно было проецировать, на это желе, на дым, на шарики. Проекция, которая, причем, что может быть более бесплотным, чем абстрактная анимация. И это то, что с помощью этих способов проецирования обретало предельную физиологичность, с которой Джеффри Шоу и работал. Как вернуть киноискусство, искусство, которое мы забываем о своем физическом присутствии, которое нам дает освобождение от того, что мы здесь и сейчас присутствуем в кинозале. Как вернуть ему вот это самое предельно телесное, даже предельно физиологическое измерение. Тем более, что до этого 60-е годы физиологизм это был одной из составляющих эстетики того времени. Если мы вспомним то, что в то же время делали венские акционисты, которые пересекались с Джеффри Шоу на фестивалях в Лондоне. У них эта физиология была в таком предельном и почти невыносимом варианте. А здесь это все еще было достаточно развлекательным. Что может быть еще основой экрана? Вот такой проект, который он делал для Нидерландов. Это экран, который состоит из прозрачных контейнеров, которые заполняются дымом и заполняются паром. И на него можно проецировать там, неважно, всякие, любые фильмы, которые придут в голову. Потому что он предлагал, например, проецировать перемешку экспериментальные фильмы Махой Наджи 20-х годов, документальные кадры природных катаклизмов и старые голливудские музыки. И действительно, это кино, которое становится телом, которое обретает плоть. Поэтому совершенно программное название «Телесное кино Корпо Синема», который он делает в 1967 году в Амстердаме, по-моему, в Нидерландах. Вот такая вот надувная структура, на которую проецируется, снаружи проецируется фильм. Публика может смотреть на него как изнутри, так и снаружи. И это ощущение там мембраны, ощущение вот этой надувной структуры. Вообще эти надувные структуры – это что-то достаточно общее для 60-х годов. Это огромная мода. То ли появились эти новые материалы, которые позволяли делать эти огромные надувные конструкции. Помните, с ними много кто работал. Монзони с ними работал, с этими надувными структурами. Я мечтал построить огромное сферическое надувное здание. Вот Эпины из группы Зира, о которой у нас была лекция, тоже работал с этими надувными скульптурами, которые могли в воздух летать из-за скай-арт. И в этом есть одновременно некая и технологичность, и физиология, и энтузиазм научный, что это некая невесомость, это космическая эра. И ощущение игрушки, что надувная игрушка – это что-то детское, это что-то инфантильное, и это что-то фальшивое, это некая мнимость и видимость. И вот эти самые надувные конструкции, с которыми работает шоу, они, наверное, отыгрывают и это ощущение технологии, это ощущение физиологичности, почти медицинской, и ощущение того, что это эфемерность, это можно проколоть в любой момент. Это что-то, что может сдуться, как воздушный шар, и что-то с чем-то соприкасаешься. Вот на этот зал с проекциями, с различными субстанциями. Вот замена экранов, которые зрители оказываются внутри этого экрана, собственно говоря, которые перестают быть экраном, из которых можно надувные конструкции, надувные структуры. Это то, что он делает на протяжении всех 60-х годов. Иногда это основы для проекта, иногда это просто некое пространство, в котором оказывается зритель. Вот, например, вот такой проект «Мови-мови», который он делает для бельгийского казино в Кноке. Казино, которое почему-то тогда было и до сих пор достаточно долгое время, было таким местом, очень показывающим и заказывающим современное искусство. Там был, по-моему, проект Никиты Санфа для этого казино. В общем, оно как-то все время всплывает в истории искусственной. И вот такое событие для этого казино, развлекательный формат, он делал, где появлялись вот такие вот служители в белых костюмах, белых комбинезонных на глазах у зрителей, надували эту структуру огромную в этой структуре, и зрители могли оказаться в этой структуре. Как бы там, это такая огромная игровая площадка для взрослых в каком-то смысле. И это, как сам художник вспоминает, и почему-то большинство публики решило, что в этой ситуации хорошо бы раздеться на гола и как бы устроить такой праздник освобождения, который там и происходил. Вот такое ощущение какого-то совершенно другого физического опыта, ощущение вот этого самого предельного экспириенса, в котором ты оказываешься, который тебя освобождает от всех условностей, в котором ты будешь позволить себе вести себя, как ты хочешь. И неким результатом его работы с расширенным кино, с этими побочными почти, что стала вот такая вот скульптура в виде огромных надувных труб, которые, как вы тогда отметили, что она выдувает, она начинает плясать в воздухе. И, собственно говоря, судя по всему, именно с этого изобретения Джеффри Шоу появились вот всем нам сейчас известные вот эти пляшущие фигуры, которые используют для оформления, в рекламе, и для оформления всяких шоу. И появляется это все вот в 68-м году, и вот это всего интереса к воздушным, надувным, эфемерным, подвижным конструкциям, с которым он работает все 60-е годы, создавая новое измерение, то есть конструкция, в которую публика может войти. Конструкция, которая далеко не всегда существует в контексте современного искусства. И для самого Лоджа Фрешоу это было очень важно. Он занимается пабликартом, он создает весь смысл этого расширенного кино, весь смысл того искусства, которым он занимается. И вообще весь пафос 60-х – это выйти за рамки музея, выйти за рамки художественных институций, выйти за рамки галереи. Поэтому ты оказываешься в ситуации массового праздника. Например, это делаешь надувного, вполне развлекательного надувного спрута, надувного осьминога, который был на каком-то публичном событии, с которым все… И делаешь это для публики, которая не готова увидеть, в чем еще вызов пабликарта, проблема пабликарта, что его видят не те зрители, которые пришли смотреть современное искусство, его видят случайные прохожие, которые могут возмутиться, оскорбиться, или наоборот забыть, не успеть понять, что они не понимают про искусство, и вовлечься в эту игру. И то, что он предлагает, действительно некая игра, в которую можно вовлечься, это некие события, это некое другое пространство с другими физическими данными, в котором ты оказываешься, с другими физическими условиями существования, прежде всего. Это не зрелище, это переживание, это телесный опыт, это телесное переживание. Так же, как вот в этом самом огромной манеже, в котором публика могла войти, там уже ни о каких кинопроекциях речь не шла, а шла речь о том, что ты оказываешься в пространстве, где ты себя по-другому чувствуешь, ты пружинишь на этом огромном матрасе надувном или на этой подушке, ты чувствуешь каждый свой шаг, и более того, ты чувствуешь каждый шаг другого человека, незнакомого тебе, который оказался в этом пространстве. Это то, с чем уже в 2000-е годы в другом формате, который своей зрелищности должен потрясти современного уже человека, работает Томас Сарацена, когда он придумывает свои вот эти сетки, надувные конструкции, натянутые под потолком, эти огромные паутины, в которых очень важно чувствовать, что делает человек рядом с тобой, потому что если ты не рассчитаешь свои движения, в соответствии с движениями, перемещениями другого человека, ты можешь провалиться в эту сетку, и тебе будет очень, в смысле не упасть, но тебе будет довольно сложно оттуда выкарабкиваться, ты будешь там долго барахтаться. То есть это те структуры, это те конструкции, которые не только забавны, как игровая площадка, а которые заставляют тебя чувствовать себя и чувствовать физически присутствие других людей. Ты чувствуешь, как эта конструкция вибрирует от шагов любого человека, который оказался здесь случайно, рядом с тобой. Если это твоя компания, если это твои приятели, вы можете в это играть. Если это незнакомые люди, вам нужно тут же установить какой-то наглядный способ сосуществования в этом пространстве. Вы не можете не замечать друг друга, вы не можете игнорировать друг друга. Это тоже такой вполне шестидесятнический пафос. Испытать, что такое сообщество, испытать, что такое сосуществование, испытать, что такое, как эта структура реагирует на тебя, как вот такой вот проект, сделанный уже для музея. В музейной ситуации это инсталляция из огромных парашютов, старых военных парашютов, черно-шелковых, которые надувались и опадали в темноте. Но это было красиво, это было достаточно интригующее, но еще как бы интерактивная составляющая этой инсталляции заключалась в том, что зал был, это пространство, помещение было погружено в темноту. Внутри, как бы, под этими парашютами были лампы, но эти лампы, эти светильники реагировали на звук. И пока зрители вели себя тихо и мирно, они пребывали в темноте, как только они начинали издавать какие-то звуки, начинали шуметь, разговаривать, то есть свет начинал разгораться, и ты мог увидеть, где ты находишься. Поэтому ты должен был действительно заявить о своем присутствии, буквально, чтобы увидеть, где ты находишься. То есть это тебя как-то, хочешь не хочешь, вовлекали. Ну и масса еще там других, более-менее светских или развлекательных событий, вот такое вот событие с огромным дождем из конфетти, которые тоже могли быть проекционным экраном, но внутри которого еще главная история во Франции происходила, главная история там не удалась, потому что по замыслу Джеффри Шоу там еще должен был появиться живой слон, и на как бы тело этого слона должны были проецировать фильм про Тарзана. Ну, как бы хозяин слона сказал, что слон, в общем, не в настроении, поэтому, к сожалению, вот это событие не удалось, хотя оно, наверное, могло бы быть невероятно красивым. Вот, и вот все работы с эфемерностью, да, с дымовой завесой, это делалось в Нидерландах, в смысле, который был в том, чтобы скрыть здание университета, делалось по заказу университета на университетском кампусе, вот со всякими этими всевозможными надувными эфемерными конструкциями, с тем, как они вторгаются в городское пространство, тоже проект для Амстердама, проект публичного события, городского события, огромная надувная подушка, которая оказывалась посреди улицы, это было забавно, это было неудобно, потому что она блокировала движение, ее невозможно было не объехать и не обойти, и единственное, что оставалось и зрителям, это начать, как бы, не зрителям, а горожанам, да, это начать куда-то перетащить эту подушку, начать с ней играть, потому что если ты не вступаешь в с ней игру, ты не можешь ее обойти, ты не можешь проехать, и поэтому ты должен, как бы, и подушка это что-то там предельно домашнее, уютное, да, это огромная игрушка, Это очень немножко похоже на те проекты, которые Олденбург делал, которые тоже, помните, были проекты монументов, которые блокируют движения, которые нужно обойти, избавиться от них. Но здесь это обойти и избавиться было вариантом игры, поиграть с этой гигантской подушкой. Вот такое замечательное изобретение, водная прогулка, надувной конус, оказавшийся в котором можно пешком ходить по воде. Проект, который был даже не придуман действительно как изобретение, который фигурировал в результате в одном из фильмов Бондианы 60-х, 70-х годов, я не помню это абсолютно, и который, насколько я понимаю, просто успешно коммерциализировался. Парки развлечений, сама видела такая детская игра. Начиналось это как проект современного искусства, другие способы существования в мире, другие способы существования в городской среде, другие отношения, вот еще вариант, вот такая надувная труба, по которой можно было перейти озеро. И еще изменить саму среду обитания. Проект, который в это время, огромный утопический проект, который начинает Джеффри Шоу в это время, искусственные ландшафты, эскизы, которые предполагают, как можно изменить реальные пейзажи за счет вот таких вот помещенных в них надувных объектов, надувные объекты. Вот огромное облако, привязанное с проекта, или с раскраской облака, которое можно таскать по себе в серый день, напоминающий немножко Магрита, напоминающий логику магритовских картин, напоминающий сериализм, надувные колонны, руин, античного храма, которого здесь никогда не было. Там будут всякие всевозможные вот такие вот игры в ландшафтах, многие из которых были реализованы, представительно, в течение двух лет. Были такие надувные тотемные столбы, которые возникали из воды. Немножко напоминаю вот эти венецианские столбы деревянные, которым привязывают гондолы, изменяя ландшафт. Вот такая вот странная труба из валик, из искусственной травы, которая вторгается на газон. И в которой гипотетически тоже с ним можно поиграть. В общем, надо понять, что с ним можно делать. Он предлагает некую интерактивность. Замечательный кирпичный дом, конус, кирпичное строение, которое на самом деле надувное, и можно обрушиться на этот кирпич и поиграть с ним. И тоже вот эта история, которая есть в этих надувных штуках, которая есть в кино, история про обманку, история про иллюзорность этого всего, про бутафорскость. Бутафорскость, которая даёт некое ощущение освобождения от реальности, освобождения от... Кирпичная стена оказывается мягкая и податливая, и на неё можно прыгать, в неё можно поиграть. Вот это освобождение от заданных правил игры, от заданных законов физического мира, которые тоже в этих историях, в этих предложениях Джефф Ришоу присутствуют. А в 70-м году он делает проект для телевидения, при том, что он как бы... Это единственное его... Ну, три, суто говоря, происходят в Нидерландах. По-моему, это тот же продюсер Гэри Шум, благодаря которому появился термин «ленд-арт», потому что «ленд-арт» — это была серия телевизионных передач, не передач про искусство. Как бы концепция, которая очень утопическая, концепция телевидения, которая возникает в 70-е годы, такого медиа-арта, что телевидение не только может показывать передачи про искусство и про художников, а телевидение может быть тем местом, в котором осуществляется искусство. Искусство доступно всем, у кого есть телевизор. Искусство никому не принадлежит. Оно не принадлежит музею, оно не принадлежит коллекционеру. Любой телезритель может включить телевизор, и в этот момент сам этот телевизор и то, что на нем транслируется, является произведением искусства, которое здесь и сейчас оказывается у вас дома. Но оно эфемерное, оно некоммерциализируемое. И то, что придумывают для этой концепции шоу, это вот такие показывающиеся по телевизору истории трансформации телевизора, телевизор, у которого экран надувается в виде вот этого еще одного пузыря, причем это белый, сначала это белый пузырь, на котором проецируется обычная телепередача, потом этот пузырь лопается, под ним оказывается черный пузырь, и человек видит, как на глазах у него распадается телевизионная картинка. Это была вот такая очень мимимишная, на Рождество транслировали телевизор, который превращается в колыбель для ребенка, для младенца, телевизор, который превращается в аквариум. Это все трансферция, ты видишь по своему телевизору, телевизор, который превращается в аквариум, в запотевшее стекло, в котором кошка живет, в котором превращается в стиральную машину. Это, естественно, остроумные игры с этим самым телевизором, с изменением публичных пространств, когда вода в Амстердамском, по-моему, тоже канале превращается в эти самые пластиковые трубки, все те же, которые всплывают со дна, и, более того, расползаются по всему городу, потому что они из того канала, которое было местом событий, начинают расползаться по всей системе городских каналов, на которые тоже публику, так же, как потом у Алла Форелисона, будет расползаться зеленая краска, спущенная в реку в городе, изменение городского ландшафта, и тоже публика 70-х годов, которая, наверное, была гораздо более отзывчивая на предложение поиграть с ней, которая растаскивала эти трубки домой, вылавливала их из канала, втащила их с собой, и, как бы, такое, что совершенно охотно включалась в этот хэппининг, который предлагал Джеффри Шоу. Еще одна инсталляция, которая просто состояла из огромного надувного матраса, на котором ты по-другому себя чувствуешь, у тебя меняется гравитация, и, опять-таки, должен соотносить себя с другими людьми, которые тоже пришли в этом поиграть. Уже такие достаточно дизайнерские проекты, которые он делает для фестиваля в Сонсбеке, Нидерландский фестиваль искусств под открытым небом, просто несколько павильонов временных с другой архитектурой, и такой более занятный проект посвящения Блейдену. Блейден — это американский скульптор-минималист, который для этого же фестиваля сделал ровно такую же скульптуру, только она была деревянной, черной, черный, деревянный, минималистский вот такой вот объект, элегантный, жесткий, с моими формальными качествами абсолютными. И Джеффри Шоу пишет, что его совершенно поразило, что это замечательная минималистская скульптура, очень серьезная, в себе замкнутая, но выглядело это абсолютно как снаряд для скалолазания. Но, естественно, на нее нельзя было залезать, это было запрещено. И тогда он сделал точную копию этой скульптуры, но надувную, сделанную специально для того, чтобы с ней можно было поиграть, чтобы на нее можно было залезть. И это замечательная смена поколений, вызов тому самому абстрактному искусству, которое все время представлено, что оно абсолютно самодостаточное, замкнутое, серьезное. Здесь оно превращается в игровой снаряд, но оно утрачивает свою форму, оно расплывается, оно становится бесформенным, и оно становится вот этой самой фейком, оно становится надувной игрушкой, оно становится бутафорией. Ну, как бы, ставшей бутафорией, оно становится гораздо более дружественным для пользователей, которые могут с ним поиграть, могут с ним вступить в контакт. И дальше, там, 70-е годы, огромная серия публичных проектов. Вот такой проект для Единбурга, где ездит, какая странная машина, это машина для починки уличных фонарей, на самом деле, укутанная в пластиковую оболочку в виде национальной шотландки, да, Единбургской. Игра, она издает звуки волынки и вечерами, в темное время суток, проецирует на здание ту же самую шотландку, это был первый опыт мэппинга, да, вот этих световых проекций на здании, 71-й год. Вот такая тоже для какого-то парада сделанная огромная гусеница. Замечательно тем, что, как бы, публика за ней стала ходить хвостом, норовить к ней прикоснуться и с ней поиграть, действительно, вот эта вот такая надувная слезка, которая была сделана для фестиваля, театрального, как реклама театрального фестиваля «Фестиваль несчастной любви в Роттердаме», огромная слеза, которая там свисает. И, наверное, самая знаменитая надувная конструкция, которую сделал Джеффри Шоу, надувная свинья для альбома Pink Floyd Animals. То, что он делал, идея была не его, идея была дизайнеров Pink Floyd или самой группы, я уже не знаю, чья, но ему, поскольку он уже был знаменит, как тот человек, который делает потрясающие надувные конструкции, эту конструкцию, дизайн этой свиньи заказали ему. И делалась она не то, что он, первая свинья, делалась и не для концерта, она делалась для фотосерии, для фотосерии, которая вошла в альбом, то есть там нужно было, чтобы действительно была эта достаточно большая свинья, больше, чем та, которая может использоваться на концерте, летающая над знаменитой лондонской электростанцией Беттерсен, всем эту знаменитую, действительно, прекрасную обложку помним, с этой свиньей был связан, она в результате улетела куда-то, неуправляемую, свалилась где-то в английской деревне, создав прекрасный информационный повод для журналистов, и, видимо, немало раскрутивший этот альбом. И делалась она в Германии на фабрике, которая изготавливает цеппеллины, то есть это был такой, может быть, один из самых больших проектов, самых известных, самое известное произведение Джеффри Шо, потому что не все знают, что это его произведение. Но он сам говорит, что для него это, собственно говоря, действительно, он просто выполнил техническую работу, технический заказ от группы Pink Floyd, ее дизайнеров и ее продюсеров, и к нему это как-то не очень имеет отношения, и гораздо в большей степени его произведением, он считается авторством с группой Genesis, в 75-м году лидером этой группы был Питер Гэбриэл, это была одна из самых амбициозных, таких, по-моему, песных групп прогрессив-рока, и для живого их тура, заклания акций на Бродвее, они предложили ему сделать слайд-проекцию. В то время это была достаточно новая идея, во-первых, была абсолютно новая идея, что музыкальный рок-концерт, рок-шоу должно сопровождаться единым сюжетом, единым видеорядом нарративным. Это концептуальный альбом со своим сюжетом, вот этот сюжет нужно было вывести на слайдах, которые шли от начала до конца альбома, это, по-моему, часа два, это достаточно длинная история. И надо было придумать, как эти проекции делать. В то время это могли быть только… Это было достаточно… Как сейчас, как сейчас не очень понятно, но это была достаточно сложная техническая задача, потому что нужно было, чтобы два часа были слайды, достаточно большие, это не могло быть кино тогда, это не могло быть видео, и чтобы они сменялись в определенную последовательность. Это был один из первых опытов программирования этой последовательности, это программировалось на компьютере, этот и Джеффри Шоу рассказал, как это были компьютеры, которые еще терфокартами программировались дырами, металлические пластинки с пробитыми дырочками, с последователем вот этих вот самых кадров. К сожалению, нету записи этого концерта, потому что… То есть есть записи, на которых не видно слайдов, и есть слайды, на которых нету записи, но просто показать, что это такое было, и что это было за музыка. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 zyе Дальше всех желающих отсылаю к YouTube. И, собственно говоря, это кончается тем, что все эти три экрана оказываются заполнены толпою, которые с каждой строчкой песни возрастают в геометрической последовательности. Опять-таки для 1975 года это была достаточно сложная история, более того, совершенно совпадавшая с интересами самого Джефф Решоу, который он делал как художник. В 1974 году, за немножко раньше, чем его сотрудничество с Genesis, он делает вот такую диодраму, которую он считает одним из первых опытов. Это кинодиорама, которую он считает одним из первых опытов проекции, которая сделана так, что зритель оказывается внутри нее, погружается в нее и оказывается в ней как своего рода виртуальной реальности. Это тоже слайд-проекция. Еще тогда же в 1970-е годы он начинает работать с лазерами, которые только-только появляются. Он работает и оказывается возможность делать нематериальные скульптуры. И для того же самого шоу Genesis он предлагает лазер, который солист группы Гэбриэл держит в руках, и которым он размахивает, это бесконечная луч света. И фильм «Звездные войны», в котором появляется лазерный меч, появляется после этого шоу. И вполне возможно, в некоторой прямой зависимости от того образа, который они в то время создают. И вообще-то мода на лазерной проекции, которая одна из частей 70-х годов. И тогда же он начинает работать уже не с… Если первые его 60-е годы ему было важно делать материальным, то, что мы обычно считаем нематериальным, сделать материальным, сам момент фильма, кинопоказа, кинопроекции. А в середине 70-х годов он начинает работать с тем, что является обманкой, тромб-дэй, и тем, что можно назвать виртуальным. Вот такая вот серия фоторабот, где всё время есть вопрос, что на что проецируется. Обнажённое тело, которое оказывается нанесено на… Фотографии из обнажённого тела, нанесённое на платье. Фотография сушащихся простыней, нанесённая на сушащуюся простыню. Кирпичная стена, которая оказывается фотографией, колеблемой ветром. Это тоже на занавеске. Что такое… То есть только для него оказывается первым опытом виртуальности. Исследование виртуальности, которое появляется в 68-м году, разрабатывается технические возможности виртуальной реальности или дополненной реальности, технически не осуществлённое в это время. И шоу, одним из первых, начинается вообще с этой идеи виртуальности и с идеей тоже, казалось бы, совсем современной идеи дополненной реальности работать. Вот такой проект «Точка зрения». В музее находится такой монитор, вернее, не монитор, это ящик, сквозь который ты можешь смотреть на помещение того же самого музея. И когда ты смотришь через это стекло или через это зеркало, ты видишь в том же пространстве происходящие события, которых там на самом деле нет. Это заранее снятый фильм, где человек, который, например, приходит в этот музей, начинает там стелить постель и ложиться спать. Но ты его видишь только, когда ты смотришь через это стекло. Это снято в том же месте, это спроецировано на это стекло с помощью техники, известной ещё чуть ли не с 16 века, техники проекции на зеркала, которая использовалась в магии в театре, которая использовалась в шоу-фокусниках. И он воссоздает для того, чтобы это создать, для того, чтобы ты действительно мог видеть то, что происходит здесь и сейчас, но в неком другом измерении, в некой другой реальности. С этими самыми измерениями в виртуальности он начинает работать в конце 70-х, 80-х годов. Виртуальная скульптура, когда ты опять-таки видишь в том же пространстве, в котором ты находишься, то, что нельзя в нём увидеть без монитора, без очков. Но ты видишь вот эти абстрактные формы, которые парят в этом музее, это невидимые музеи. Ты видишь, это для театра опять-таки сделаны проекты. Ты видишь проекцию на двери, ты видишь фигуры, которые входят в эту дверь, но они туда не входят. Это проекция на эту дверь. Это та самая концепция дополненной реальности, с которой не очень много ещё кто работает, и с которой Джо Фрешо работает с 70-х годов, когда она ещё не вполне вообще существовала. И при этом в то же время он работает с театром, он работает с театральной труппой, делает вот такие вот странные спектакли, в которых присутствует измерение ритуала, мистики, которая его очень интересовала и занимает всегда, и которые описывают, как вдохновлённые фильмами Параджанова, хотя и работающие с темами алхимии, например, символикой красного, белого и чёрного цветов, через алхимическое и психоаналитическое прочтение. И продолжает делать уже публичные проекты, проекты новых технологий. Вот такой, например, проект для библиотеки, экран из шариков для пинг-понга. Грубая-грубая пиксельная картинка, но эта картинка интерактивная, и можно, прикасаясь к экрану, рисовать орнаменты на этом, и эти шарики образуют новые орнаменты. Он придумает скульптуру, которая тоже работает на принципе обманки, это скульптура, которая только с одной точки зрения собирается в изображение. Мольберта настолько для рисования, а с других точек зрения распадается. То, с чем сегодня Дмитрий Гутов работает, который, скорее всего, не знает об этой работе, потому что идеи возвращаются сами по себе время от времени. Как это всё взаимодействует со средой? Вот эту неоновую волну в Амстердаме, по-моему, тоже зависела от реальной силы ветра. Это неоновая волна, которую гонит реальный ветер, дующий в городе в это время. Как соединить виртуальный и реальный проект коррида? В одной комнате есть танцор Бута, который танцует в этой конструкции с этим самым быком, изображает эту корриду. В другой комнате ты видишь изображение на экране в прямом времени, монтирующее его в эту самую телевизионную картинку. Это может быть и это первый опыт интерактивного видео. Вот такой вот нарративный, повествовательный ландшафт проекта 1985 года. Огромная проекция на пол, где зрители могут ходить по галереям вокруг этой проекции и с помощью джойстика управлять ей, увеличивать те или иные фрагменты изображения и, собственно говоря, навигировать по ним. И сам этот проект связан с возможностью читать ландшафт. В это время, как я уже говорила, Джоффри Шоу интересуется не только в своем театре, он интересуется эзотерикой, он интересуется в частности каббалистической, иудейской астрономии и астрологии, где преподлагалась другая история про созвездия, что созвездия – это не картинки, звезды нужно складывать не в изображение, как мы привыкли, а звезды могут складываться в буквы. Мироздание является текстом, и этот текст можно прочесть, этот текст является повествованием. Вот с этой идеей мироздания как текста, мироздания как то, что можно закодировать, раскодировать и прочесть, Джеффри Шоу будет со середины 80-х годов работать. И сам он говорит, он приезжал в Москву, и у меня была возможность с ним пообщаться, сделал с ним интервью. И он ужасно интересно рассказывает про то, что у искусства новых медиа с самого начала были две очень важные составляющие. Одна из этих составляющих была связана в 60-е годы с психоделической культурой, то есть с возможностью измененных состояний, измененных состояний сознания, расширенных состояний сознания того. И очень забавно рассказывал, что ему очень не хватает сегодня вот этой самой публики 60-х и 70-х, которая была готова играть во все эти игры, потому что эта публика была всегда немножко под кайфом, и поэтому все эти опыты, воспринимала абсолютно с некритическим энтузиазмом. И вторая составляющая, которая тоже была важна, это составляющая, связанная с эзотерикой. Почему и то, и другое совпадает? Наверное, потому что и то, и другое разрушает монолитность реальности, что реальность одна, объективная, данная, всем одна, одна на всех, ты ее можешь изменять, у нее может быть скрытый смысл, она может вызывать другие ощущения. Это все время некое... И действительно, это не только у него, если мы вспомним, и мистика, и эзотерика, и психоделическое измерение, то, я думаю, это то, что важно, и Биллу Виоле, и Гарри Хиллу, и вообще вот этим художникам, медиахудожникам того же поколения. Если кто-нибудь был на моих лекциях про них, вы помните, что для них эти два элемента тоже очень важны, как ни странно. Вот такой повествовательный ландшафт. Все истории с интерактивностью. Картинка, которая меняется, приближается, зритель должен пройти эту дорогу к экрану, и в зависимости от того, по мере его приближения меняется картинка на экране, картинка, которая микширует самые разные образы. Там это был и скульптуру Ива Кляйена, синюю скульптуру портрета Армана, которая превращается в эту пьету, мужчина, который держит женскую фигуру на руках, и пьета, и кинг-конг с женщиной на руках. Дальше это мутирует в сад земных наслаждений Босха, в фильм «Импере страсти», и каждым своим шагом зритель провоцирует эти изменения, трансформацию этого образа. Несколько вариантов было технических апдейтов этой работы. «Все истории с виртуальной реальностью» — это, собственно говоря, проект для научного музея в Ля-Вилет, где ты можешь через телескоп смотреть на этот музей, обнаруживая там разные истории, обнаруживая там повествования, обнаруживая, опять-таки, то, чего в этом музее нет. Но в данном случае это уже не произведение искусства, это научно-познавательный проект. «Видеонарцисс» — это художественная выставка, где можно посмотреть на свое отражение. Это мониторы, стоящие под водой. И мало того, что по этому бассейну, по этой воде идет рябь, еще само изображение в телевизоре — это действительно отражение зрителя, который в данный момент смотрит на себя, и он не может уловить свое изображение, потому что у него идет не только рябь, но и видеопомехи, скажем так. И все возможности, опять-таки, попасть внутрь этой картинки. Вот такое изменяющееся изображение Хевенгейт, где тоже очень важный для Джеффри Шоа сюжет, откуда берется интерактивность, откуда берется виртуальность, где это впервые возникает в культуре. Впервые он считает, что идея виртуальности возникает в барокко, возникает с этими барочными потолками, возникает с ощущением, что вот это взбое, когда ты не видишь, где кончается архитектура, и начинается живопись, где кончается реальное пространство, и начинается иллюзорное. Поэтому он работает с этим, делает свой омаж барокко. Это купленные проекции барочных потолков, которые чего только не добавлено. Это были добавлены картины, аэроживопись футуристов, добавлены насовские съемки Земли из космоса. То есть там совсем такой глич идет, который заставляет изменяться эту картинку и заставляет тебя пережить это барокко в современных технологиях. Но тоже то, что важно для него, Джеффри Шоу рассказывает, что никогда не хотелось работать для интернета, потому что интернет – это великое изобретение, и никогда не хотелось работать для телевидения, потому что то, что важно в барокко, та виртуальность, которая ему важна, это виртуальность, это интерактивность, которую нужно переживать публично. Это не когда ты сидишь перед монитором и взаимодействуешь с ним, а когда ты взаимодействуешь вместе с другими людьми, когда ты оказываешься в публичном пространстве, так же, как публичным было барокко, барочная культура – это не картинка дома, это публичное пространство, в котором ты оказываешься. Это событие, в котором ты должен оказаться, Это то, с чем ты должен взаимодействовать. «Читаемый город» — один из первых интерактивных видеоинсталляций, где ты можешь прокручивать, у тебя есть экран, на этом экране возникает ландшафт, но ты можешь путешествовать по этому виртуальному миру на велотренажере, крутя педали, ты должен действительно физически в это вовлекаться, ты должен крутить эти педали, и тогда перед тобой ты можешь путешествовать по этому виртуальному городу, городу, который состоит из текста. Здесь возвращается эта каббалистическая идея реальности, как текста, читаемой реальности. Там были реальные городские ландшафты, там был Манхэттен, Амстердам и Карнфруэ, и каждый город — это другая история, это город текста. Причем самый сложный был, помню, Манхэттен, где были несколько голосов, несколько нараций, каждое из этих повествований выделено отдельным цветом шрифта, и там были несколько голосов, там был текст гида-экскурсовода, там был рассказ нью-йоркского таксиста, там был рассказ архитектора Фрэнка Ллойда Райта, построившего Гугенхайм, там был рассказ мэра Нью-Йорка, вымышленный, там был рассказ Дональда Трампа, там были самые разные голоса, которые там звучали, которые, собственно говоря, образовывали этот город, через который ты мог путешествовать, продвигаться физически. Ну и вот все те же истории с виртуальной реальностью, которая с дополненной, вернее, реальностью. Вот у тебя комната, ты стоишь в комнате, ты видишь ту же комнату на экране, но в ней есть то, что есть только в этой виртуальной реальности, оно проползает. Это тоже самое усилие физического по взаимодействию. Да, это монитор, показывающий то, что может ассоциироваться с понятием революции, переворот и изменения, но для того, чтобы эту революцию увидеть, ты должен реально повернуть рычагом достаточно тяжелый монитор и сделать достаточно сильное физическое усилие. Это танцующая балерина, которая – это огромная проекция, огромный монитор, танцующий на вот такой вот… Забыл, как это машина называется на русском. И ты можешь войти в некий виртуальный мир, это замечательная конструкция Place, которую он делает в разных вариантах. Ты входишь в эту круговую выгородку, и дальше ты с помощью джойстика навигируешь через проекции таких же круговых выгородок. В каждой из них обнаруживается свое пространство, мир, это все время выворачивающееся наизнанку пространство. Пространство, причем схема некая виртуальная, вот этих выгородок, этих шаров, повторяет каббалистическое древо жизни. И Джеффри Шора, потому что он там консультировался с каббалистами, чтобы они правильно объяснили, в каком месте должно что располагаться по этой схеме, чтобы это не противоречило. И он много-много версий этой инсталляции делал с разными местами, вот там с немецким Руром, с Сиднеем, который для его исследования городского пространства, с прекрасным индийским городом Хампи, это отснятые там на месте места, которые потом загоняются в это самое виртуальное пространство. И довольно много он сейчас работает вот именно с этим способом рассмотреть и исследовать места, в которых-то не было. Это почти образовательный проект, исследовать, например, пространство китайских пещерных храмов. Поскольку я говорила, что он работает в Гонконге и Пекине преподает, то для него вот эти все дальневосточные истории очень заказывают ему. Замечает оказаться внутри китайского свитка. Это свиток, если развернуть его в эту виртуальную реальность, как можно внутри этого свитка путешествовать. Что это такое? Это свиток XVIII века, который таким его заможевает и позволяет зрителю войти в него. И если говорить о физическом контакте, то тоже одна из проблем, которые его интересуют, что такое виртуальность. Для того, чтобы в эту виртуальную реальность войти, нам нужно либо отказаться от своего тела и забыть о нем, либо придумать некое суррогатное тело. Но мы все равно не можем мыслить себя вне реакции своего тела. Как нам туда физически попасть? И он придумывает классический проект медиа-арт с пещерой, где ты оказываешься тоже в этой проекции, но вместо джойстика ты можешь взаимодействовать, путешествовать, навигировать по этой картинке, манипулируя вот таким манекеном человеческий рост. То есть ты должен фактически танцевать с ним, чтобы рассмотреть эту проекцию, чтобы попасть в этот мир, который тебе рассказывает, в эту проекцию, который рассказывает о взаимодействии микрокосма и макрокосма. Это такой вот танец в этой виртуальной реальности. Это может быть история, связанная с музыкой, как и с визуализацией музыки. Не будем с помехами, да, смотри. Но тоже идея некой визуализации, это как визуализировать музыку в виде архитектурного ландшафта. И там очень красивое видео, которое замечательно с тем, что то, что у него появляется, как материализация этой музыки, это почти начало космической Одиссеи, да, Кубрика. Это почти вот эта вот архитектура, которая у Кубрика тоже озвучена классической музыкой. Вот, ну и как бы все истории, предполагающие этот эффект присутствия. Еще одна полнокупольная проекция, где можно увидеть самые разные пространства, может быть, музей современного искусства, это может быть, опять-таки, тоже превращенный в этот барочный потолок. Но, наверное, интересно и тем, как человек, как изменяется масштаб, да, ты все время оказываешься меньше, чем ты, на самом деле, если бы ты был в этом пространстве. Вот такой вот проект, сделанный для Шанхайской биеннале. Проект, тоже связанный с виртуальной реальностью, с присутствием человека, когда зритель оказывается перед неким боксом, внутри которого обитает, как у чистилища, да, где обитают эти персонажи, ты можешь заставлять их двигаться, высвечивая их, этим самым, высвечивая их лучом света, и они там почти автономные, да, они, как в компьютерной игре, у них есть некий лимит собственной воли, но при этом ты можешь увидеть случайно другого человека, который тебя манипулирует, и который для тебя оказывается в этом же пространстве. Вот, вот все возможны, примерно так это может выглядеть. Вариант интерактивной поэзии, где ты можешь активизировать одну из фигурок соавтора Джеффри Шоу, поэта Эдвина Тамба. То есть ты высвечиваешь его, он начинает, он произносит стихотворение, ты можешь комбинировать из его высказывания некий текст, и причем этим как бы элементом, в виде джойстик сделан в виде микрофона, вот этому даешь слово, вот этому, вот этому комбинируешь. То есть такие вот все возможные игры с интерактивностью, и вот такой последний красивый проект, который он сделал, не очень сложный, да, это тоже сделано в Китае, где он работал со знаменитым каллиграфом, да, там есть, который делал в прямом времени вот это огромное каллиграфическое полотно на огромный свиток, и камера была укреплена на конце его кисти, камера, которая зрителю позволяет уже действительно почувствовать внутри себя, внутри этой старинной, старинного варианта живописи действия. Ну и так далее. Окей, следующий наш герой Тони Урслер, начинающий ученик Джона Бальдесари, знаменитого американского концептуалиста, чью выставку вы, я надеюсь, увидели в гараже, может быть, помните художника, который занимался в том числе и видео, и снимал видео, и для Урслера это очень хороший урок, потому что для Урслера очень важно, интересно, то видео, которое не снимают профессиональные видеоартисты, а снимают художники, которые, в принципе, занимаются чем-то другим, как Бальдесари, концептуальный художник, который занимается и живописью, и фотографией, и чем угодно. Урслер не мыслит себя изначально как видеохудожник, он начинает с таких вот замечательных рисунков, рисунков, в которых действительно есть, это не эскизы к живописи, это не эскизы какого-то произведения, это именно, что рисование, рисование как процесс, некие почеркушки, некие наброски, рисование, и то искусство, те первые фильмы, которые он начинает делать, это фильмы, в которых есть это ощущение, фильмы как процессы, фильмы как почеркушки. Он говорит, что это фильмы, сделанные из найденных объектов, движущиеся картинки, сделанные из некого мусора, и он говорит, если я занимаюсь, сам Орслер объясняет, что если я хотел создать, работать с движущимися картинками, с движущимся изображением, но для того, чтобы заставить его двигаться, мне нужно было не создать анимацию, а заставить эту картинку в движение тем, что мне всегда доступно, привести ее в картинку, картинку в движение буквально руками, буквально вручную, то есть вовлечением своего тела, вовлечением своего физического присутствия. Это его ранние фильмы сняты, это фильмы, которые снимает очень юный человек, и это фильмы, которые достаточно часто сравнивают, которые часто называют инфантильными и детскими, при том, что это фильмы, которые рассказывают о сексе, насилии, ужасах, страхах и так далее, гораздо правильнее их назвать подростковыми, потому что, может быть, это тот момент, когда взрослеющий человек, только ставший взрослым, с помощью детского языка, с помощью предметов из мира своего детства пытается рассказать о каких-то страшных, странных взрослых вещах, для которых еще нет своего языка, рассказать об отношениях, рассказать о коллизиях, используя вместо персонажей вот такие, например, фигурки, и сделать это предельно простым, доступным способом. В каком-то смысле это нечто среднее между языком детских телепередач, кукольным театром и такой эстетикой панк-культуры, то есть это такой панк-вариант детской телевизионной передачи, которую он делает, передачи, опять-таки, в которой есть своя физиология, в которой есть предельная грязность этого всего, в которой нет той стерильности, которая ассоциируется с новыми медиа, которая интересуется с технологическим искусством. Это предельно low-tech, это тот момент, когда высокие технологии, новые медиа уже стали достаточно банальными в качестве своей технологичности, и когда им надо вернуть вот этот аспект самопальности, самодельности, сделать что-то, что предельно низкотехнологическое, предельно обыденное, предельно сделанное на коленке, но при этом обладающее вот этой странной эстетикой старинного кинематографа, потому что для самого Услера, это еще вернуться в тот момент, когда кино еще не знало полностью своих возможностей. Для него любимые фильмы, с которыми он сравнивает, это фильмы Мельеса, «Путешествие на луну», когда вообще еще не понятно, что кино – это искусство со своим языком, когда это только еще кажется вариантом трюка. Фокусник Мельес придумывает, как сделать фокусы с помощью кинопроекции, придумывает кинематограф со временем наполовину. Это тот момент, когда в кино еще может быть не анимацией, а нарисованным, происходить в нарисованных декорациях, как в фильмах немецкого экспрессионизма, как в кабинете доктора Каллигаря. То есть это некое возвращение к кино, которое еще не владеет своей технологией, и именно поэтому оказывается невероятно изобретательным и креативным. Ну и вот тут самый фантастический, инфантильный, немножко готичный мир, который существует и у Мельеса, и в кабинете доктора Каллигаря. Своим сюжетом тоже, наверное, к тому, что к раннему фильму Мурслера имеет свое отношение. Имеет некоторое отношение. Давайте фрагмент, пока посмотрим видео из YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok «Игрушечность немножко клаустрофобичного». Это тот самый мир «Алиса в стране чудес», который уже слишком выросло, чтобы поместиться в этом игрушечном домике, но оно все равно в нем должно помещаться. И постепенно в какой-то момент он начинает эти фильмы переносить в инсталляции. Для него важно, как этот предельно внутренний личный опыт, который он рассказывает в своих ранних фильмах, это действительно то, что происходит в моей голове, то, что происходит в моем воображении, то, что происходит в моем сне, как его уже не пригласить зрителя заглянуть туда, а вывернуть этот мир во внешний мир. И тогда появляются инсталляции, где те же самые элементы декора появляются как реальное пространство, в которое может войти зритель, чтобы увидеть там эти истории, чтобы увидеть там те же самые фильмы. То есть мир этого фильма, эстетика этого фильма, декорация этого фильма выносятся вовне, выносятся за пределы, собственно говоря, экрана и оказываются той декорацией тем ландшафтом, в которые попадает зритель. Ландшафтом, который действительно называется психоландшафтом, это внутренний мир, это некая история, некая визуализация психических ландшафтов, некая визуализация внутреннего мира с его изменениями, с его искажением, потому что то, что Ушлер интересовало с самого начала его биографии, это то, как связаны технологии с историей психических расстройств, с историей безумия, с историей психических аффектов, то, как сами технологии, развитие технологий воздействует на психологию, но и с другой стороны то, как наши психические аффекты, наши запросы формируют то, что мы хотим увидеть от технологии. Это постоянное его исследование, Поэтому возникает визуализация психологических ландшафтов, декорация, в которую можно заглянуть, и в ней оказывается видеопроекция, встроенная в одну из этих башен, с некой историей, которая за этим следует. Так мог бы выглядеть военный музей в маленькой, проигравшей все воины стране, придумывает Урслер, объяснение этой декорации. И появляется вынесение фигур, которые выносятся вовне. С 1989 года из этой эстетики кукольной анимации, кукольного театрика, перенесенного на экран, возникают куклы и фигуры, тряпичные куклы, с которыми Урслер начинает работать, как с постоянными сюжетами, персонажами своих детей. Одна из первых кукол, которую он делает, называется симулякра. И в данном случае очень важно вспомнить, в каком контексте здесь возникает этот симулякр. Это пока что не к Бодрияру, не к Фуко. Это отсылка к научной фантастике, отсылка к одной из повестей Филиппа Дика, где возникают, описанные, наверное, в 60-е годы, где симулякры – это синтетические тела, которые используют люди для коммуникации. Вместо того, чтобы лететь на самолете в другой город, человек присылает вместо себя свое подобие и на расстоянии коммуницирует через это свое подобие. По-моему, это в каких-то довольно поздних, недавних научно-фантастических фильмах эта идея эксплуатировалась, но она возникает вот тогда. И у Дика эти фигуры называются фигуры с помощью струагатных тела, с помощью которых ты можешь дистанционно управлять ими, теле присутствует в мире, называются симулякрами. Вот такую симулякру создает Ушлер в одной из своих первых работ. И начинает создавать тряпичные фигуры, проецируя съемки лиц на актеров или самого себя на эти самые тряпичные фигуры. То есть это такой вариант перформанса, который осуществляется здесь и сейчас в реальном времени. Это предельно физическое присутствие, это внутреннее пространство, вывернутое вовне, где публика может взаимодействовать с этими фигурками, с этими марионетками. Но эти марионетки сведены, это некое актерство, некое присутствие перформера или художника в этом мире, сведенное к абсолютно ограниченному набору средств. В принципе, они достаточно мощное производят впечатление, когда есть крошечная тряпичная кукла, беспомощная, с живым, кричащим, страдающим лицом, потому что, собственно, каждая из этих кукол запрограммирована на ту или иную, показывает ту или иную эмоцию. Эмоцию, у них есть тексты, там есть звук, но сам Мошлер объясняет то, что они выражают, это некое предъязыковое состояние, страх, боль, гнев, желание, соблазн, аффект, то, что не требует языка. Это некое, действительно, каждая из этих фигур выражает некий аффект, некое психофизическое состояние. И это существо, которое абсолютно ограничено этим кукольным тельцем, которое не может докричаться до тебя, которое ничего не может сделать, которое абсолютно безвольно. В каком-то смысле это такая антитеза перформансу, потому что любой перформанс из 70-х годов, 80-х годов, что происходит в перформансе 70-х годов, там важно не лицо, там важно человеческое тело. Вот эти все исследования телесности, которые начинаются в том числе с Джеффри Шоу, с его этих обнаженных женщин, которых нужно поместить в эту историю с кино. То, что происходит у Урстлера, это как бы человеческое присутствие, где тела уже нет, которое сведено абсолютно только к голове, только к лицу. Это абсолютная беспомощность, это человек, у которого нет тела, у которого осталось одно лицо, тело атрофировалось, тело стало беспомощным, тело стало ненужным. Это то, что называется говорящие головы, то, что имеет отношение к телевизионным, к телеведущим. И для Урстлера это говорящая голова, это, собственно говоря, личность эпохи медиа. Что такое медиа, что такое новая технология, что такое телевидение. Это то, что нам позволяет выйти за пределы своего тела, но это то, что нас сводит к этому состоянию говорящей головы. Это работа начала 90-х годов, когда еще не было социальных сетей, и в каком-то смысле, или если были, то в очень зачаточном состоянии, но в каком-то смысле те фигурки, которые представляет Урстлер, это идеально, что это такое, это наши аватары. Это вот эти вот юзерпики, аватары, это то, как мы существуем в виртуальном пространстве, где у нас нету тела, где у нас нету никаких физических сил, никакой физической власти, но где мы состоим вот из этого самого лица, которое выражает некий один аффект, никак не без всякой возможности его физически пережить. И это такой действительно замечательный интернетовский мир. Одна из первых работ, которые он делает, одна из самых значительных, может быть, инсталляций, после которых эти его штуки становятся знаменитыми, он делает, да, и вот такие вот тоже всевозможные оторванные головы, существующие в аквариумах, очень занятым образом напоминающие, естественно, фильм «Молчание ягнят» с этой заспиртованной головой в банке, которая, в свою очередь, была цитата из полотна Франсиса Бекона, в «Историю искусства», если углубляться. И головы, которые могут существовать, вот эти говорящие головы, которые могут существовать совершенно изолированно от тела, не нуждаясь в нем, как бы, и испытывая только какие-то фантомные боли, фантомные ощущения этого тела. Одна из первых инсталляций, которую Ушлер делает с этими самыми говорящими головами, он делает ее в центре Помпиду, и там, где эти фигурки живут, обживают все это огромное пространство музея, но мы к ней не... Покажите, пожалуйста, следующее видео. Покажите, пожалуйста, следующее видео. Покажите, пожалуйста, следующее видео. Ну, просто чтобы показать, как оно выглядит в действии. И, как бы, еще, как я уже говорила, то, что этот сюжет, который интересует Ушлера с самого начала его творчества, это взаимодействие технологий и психических расстройств. И одна из историй, которая его все время занимает, ну, действительно, такой потрясающий, как бы, одна из самых популярных психических проблем – это синдром расщепления личности, раздвоения личности. Когда, ну, может быть, один из... Как бы, синдром, который не признан как официально, как не описан официально, как не входит в реестр психических заболеваний, это почти парамедицинский термин, но синдром, которому посвящено, наверное, предельное количество всяких художественных произведений, начиная, там, с голливудских фильмов, с 50-х годов. Да, вот множественная персонажа, множественная личность, там, кто-то не знает, что делает другой человек, да, огромное количество сюжетных возможностей. И Ушлер связывает это, само появление этого синдрома, он связывает его с появлением медиа, потому что, как раз, во-первых, этот синдром почему-то больше всего распространен именно в Соединенных Штатах. И по какой-то, я абсолютно не претендую, что Ушлер или я пересказываю его, вот сообщаем какую-то официальную медицинскую информацию, но он говорит, что очень интересно, что это больше всего известно именно в Америке, и что начинается настоящая эпидемия этого, где уже личности в одном человеке становится не две, не три, а сто, и вот это и нарастание этого синдрома, и количество личности, которые уживаются в одном пациенте, как, собственно, сами пациенты об этом рассказывают, связано с развитием телевидения. И что термин, который даже психологи начинают об этом говорить в терминологии канала, что ты переключаешь эти личности так же, как переключаешь каналы телевидения, и что вот эта расщепленная личность, это личность человека, который поглотит телемедиа, когда ты все время переключаешься с одного канала на другой, когда ты тебе для каждого переключаешься с одного своего аватара на другой свой аватар, и что, собственно говоря, вот этот медийный человек, это и есть человек, который страдает этим расщеплением личности, поэтому все фигурки, которые он создает, это фигурки, это как бы разные аспекты одной и той же личности, это расщепление человека и расщепление тела, которые существуют в этой самой ситуации сознания измененного и сформированного современного медиа, и в свою очередь заказывающие этим медиа, какими они должны быть, что медиа должны обеспечить существование вот этой личности с синдромом расщепления личности, но они сами дают образец для этого расщепления, поэтому возникает расщепленное тело, и поэтому возникает вот такая инсталляция Джудика, где как раз сюжет, который как раз связан с этим расщеплением личности, это три ипостаси одного и того же человека, одной и той же, допустим, пациентки по имени Джуди, и у нее замечательные личности, одна из этих личностей – это ужас, другая из этих личностей – босс, и третья из этих личностей – пошли вы все. То есть такое вот замечательное три фазы, из которых может состоять человеческая личность. И вот личность, которая уже не нуждается в теле, потому что она не может существовать в одном теле, которая выносится и распределяется по всему миру, по всему пространству, заставляя ожить и вселяясь в обыденные вещи, причем самые страшно уютные. Такая же история, тоже самая история про внутренние голоса, про диалог с собой, инсталят вот эти вот два персонажа, где только один из них говорит, только женщина говорит, мы не слышим, что говорит второй персонаж. Он шепчет ей на ухо, и она все время находится в таком яростном разговоре с этим самым человеком, своим партнером, чьи слова мы не слышим. И это тоже одно из впечатлений Урслера, что он вспоминает, что в какой-то момент, это действительно была реальная история, там произошла реформа психиатрии, и выпустили в Нью-Йорке огромное количество людей, на улице огромное количество людей, которые их раньше содержали в психиатрических клиниках, тех, кого сочли безопасными. И вот это, когда вдруг город наводняют люди, которые идут, постоянно разговаривая сами с собой. И вот это ощущение этого безумия выплеснувшегося, Урслер делает, когда он делает эти свои фигуры, и делает вот эту самую инсталляцию для Центра Помпиду, где все эти персонажи обитают в этом огромном музее, музеи, которые своей обитаемостью, как раз Урслера всегда очень интересовало, рассказывает, как он там вспоминает, что он там был в первый раз, когда этот музей только что открылся, он был таким удивительным и таким другим, что люди туда, опять-таки это очень недостоверное, но очень красивое состояние, люди приходили туда с пикниками, расстилали одеяло в залах и устраивались там с вином и закуской, рассматривая картины. И техники, которые монтировали его видеоинсталляцию в 80-е годы, говорили, что нам нужно сделать так, чтобы это из интервью Урслера, нам запрещают делать слишком затемненными комнаты для видеоинсталляции, потому что иначе люди приходят сюда и начинают заниматься в них любовью. И в этот момент Урслер говорит, как бы я хотел, чтобы это происходило в моей инсталляции. И он населяет этот центр Помпидо такими различными персонажами, философами, которые крошечные фигурки, два философа, которые говорят словами Бодрияра и Верилью о чем-то своем, сидя где-то там на балке. Вот такими. И замечательно, один из самых ярких персонажей, это режиссер, который крошечный, который публике говорит, почему ты так стоишь, надо по-другому ходить, который как бы всю эту публику превращает статистов на съемочной площадке. И этого режиссера играет Дэвид Боуэ. Это вполне, то есть там глаза разные, как бы он снимался для этой фигуры. Это потрясающий совершенно персонаж. И для Урслера Боуэ, это как раз вот такой, с которым он с 90-х годов дружил, это такой как раз персонаж вот этой позитивного расщепления личности. Это действительно артист, который постоянно переключался с одной личности на другую. И для него вот это вот такое идеальная вот эта фигура. И Урслер делал, как бы инсталлятор делал этот видео дизайн для тура Дэвида Боуэ 97-го года и снимал для него клип. У нас со временем плохо, да? Ладно, тогда клип не будем смотреть, будете смотреть сами в YouTube, если кто не видел. Вот. И сотрудничал еще, вот он еще с Sonic Youth, он еще сотрудничал. Вообще начинал он, как и многие люди его поколению, начинал с того, что у него была рок-группа, постпанкская, и к которой он постоянно возвращался, реконструируя, какие клипы могли бы они снять, как это может существовать вот в этом же самом инфантильно-трешевом пространстве, которое очень, для меня, во всех случаях, совпадает с эстетикой постпанка. И один из проектов, который он делает для этого, для этой инсталляции, это документальный фильм «Анестезия», в котором он как раз опрашивает очень таких самых ярких нью-йоркских именно персонажей, находящихся на грани на грани рок-музыки современного искусства достаточно разных поколений. Это и солист группы Suicide Alan Vega, это Дэвид Бирн, это Лори Андерсон, которая и художница, и перформансистка, это Джон Кейл, один из участников группы Velvet Underground, и Genesis Peorich, и много еще там всяких прекраснейших людей, которые все являются частью этого контекста. И продолжая вот эту историю с этими инсталляциями, где тоже зрителю предоставляется возможность получить свой собственный симулякор в свое распоряжение, вот такой вот очень простой симулякор для бедных, в котором можно управлять при этом, он с камерой слежения, ты можешь наблюдать, что происходит в разных залах через эту самую дешевую симулякру, свой собственный аватар, который ты получаешь в свое распоряжение. Ну и вот как бы огромный этот сюжет с этими всевозможными персонажами, которые все меньше и становятся все меньше и меньше антропоможными, пока Урслер не придумывает инсталляцию, в которой уже нету, даже лица не остается, остаются только огромные глаза, с которыми огромные, это те же самые проекции глаза на круглую скульптуру, глаза, которые абсолютно не являются зеркалом души, потому что Урслер говорит, что это удивительно, что когда ты начинаешь внимать отдельно глаз, ты понимаешь, что глаз сам по себе без лица ничего не выражает, что это просто некий прибор, что это некая машина, и если всматриваться в эти проекции глаза, в зрачке каждого есть не отражение убийцы в глазах покойника, хотя это одна из тех историй, которые Урслер очень интересует, отражение телевизора, это все время ретрансляция, то, чем является глаз сегодня, вот все возможные варианты с этими персонажами, и в какой-то момент, когда с этим расчеловечиванием, с этим превращением, с одной стороны, это видео, которое обретает плоть, это телевидение, которое обретает плоть, помните, как в видеодроме, когда надувает Кроненберга, который абсолютно тоже в этом контексте существует, что такое медиаплод, что такое телевизионный плод, с другой стороны, это абсолютно, при этом, это превращение человека, утрата тела, развоплощение и превращение вот в этот самый аватар, и поэтому в 98-м году появляется вот этот самый череп, который один из постоянных образов в современном искусстве, начиная с Барокко, Урслер делает свою версию в Ваннитос, он делает огромную инсталляцию из черепов и голов, но на эти черепа проецируются живые лица, то есть это не череп, который совершенно смешивает что здесь живое, что здесь не живое, могут ли они ожить. И, как я говорила, еще один его постоянный сюжет, это история, собственно говоря, медиа, как развитие технологий связано с политикой, с психоландшафтами, это достаточно параллельная конспирологическая история медиа, вот «Блю дилемма» это воспроизведение одного из первых аналоговых декодеров, то есть как бы возможность сканировать изображение механическим образом и транслировать его в другую комнату, такой тупиковый век развития телевидения. Извините, мне сложно это объяснить в более подробные технические аспекты. Интересно, что возникает, вообще этот интерес к истории медиа, но как то, что для Урслера называется теневая история медиа, параллельная история медиа, история медиа как конспирология, как развитие, как теории заговора, потому что это самое прототелевидение было придумано в Германии и это не было никогда не реализовано, но это позволяло Гитлеру говорить, что какое телевидение было изобретено в Германии, это другая часть истории. И это то, что интересует Урслера, так же, как некая история с публичными проектами, минималистскими, первый его паблик-арт, который он делает, вот такой уличный свет, это действительно фонарь, который достаточно часто первый проект он делал для фестиваля городской скульптуры в Мюнстере, и это были просто обычные фонари, которые вдруг начинали мерцать, как это обычно бывает с плохо работающими фонарями. Но если к ним подойти, то было слышно, что этот фонарь разговаривает, и что мерцание его связано с модуляциями голоса. Это некий город, городское пространство, которое к тебе обращается. И из этой истории возникла одна из самых грандиозных проектов Урслера, «Машина воздействия», это большие публичные проекты, которые он делает в разных городах. Это вот такие вот истории про призраков, потому что, может быть, это проекция на дым, проекция на деревья, когда в тех или иных городских парках возникают вот эти огромные говорящие головы, действительно возникают привидения, они так и обозначены, как привидения, ведущие, призраки того местности, призраки технологий, как таковых, потому что, собственно, кто персонажи этой инсталляции, это и различные изобретатели, изобретатели телевидения, изобретатели радио, и различные медиумы. Это та связь, которая существует, вот если бы мы говорили, что связь между медиа и эзотерикой, которая для Урслера тоже очень важна, потому что его история это связь между медиа, между новыми технологиями и оккультом, между историей духов, историей призраков. Действительно, то, как само развитие технологий связано с желанием постичь неведомое, но при этом, как сами эти технологии нужны для того, чтобы подделывать свидетельство этого неведомого. Замечательно, когда возникает телеграф, это даёт новое развитие спиритизму, искусству медиумов или тех жуликов, которые претендуют на то, что они разговаривают с духами, потому что именно телеграф даёт идею, как именно духи могут общаться с живыми через код, через перестукивание. И после этого спиритизм, искусство или вызывание духа получает новый толчок после появления телеграфа, потому что телеграф даёт техническую возможность, как можно придумать, как духи общаются с живыми. Точно так же там огромное количество технологий возникает, вот когда мы говорили про шоу, вот это зеркало, для чего, которое он использует, зеркальные проекции, для шоу-фокусников, но до того, как это было шоу-фокусников, опять-таки, для спиритов, которые призывают духов. То есть, как бы, технологии возникают как то, что должно материализировать, показать существование, или фальсифицировать существование оккультного мира. И это действительно одна из тем, это взаимодействие технологий и оккультного, это постоянная тема, опять-таки, 80-х годов, постоянная тема киберпанка Уильяма Гибсона, который того же поколения человек, что и уж, с тем же осмыслением технологии. Таким образом, новое пространство, интернет-пространство, виртуальное реальное, становится тем пространством, собственно, тем нематериальным, духовным пространством, в котором заводятся свои привидения, в котором заводятся свои духи, которое может стать тем пространством, в которое мы отправляемся после смерти. Вот это все такое оккультное осмысление новых технологий. И даже когда в своих следующих проектах шоу работает с горожанами, это всё равно тот мир, который позволяет каждому из нас стать призраком и разыграть эти истории, такие старинные ужасы, разыграть, например, в районном городском парке историю по мотивам войны миров, инопланетного вторжения и одновременно контакта в третьей степени, каким образом эти инопланетяне, вторгшиеся именно в этот парк, будут коммуницировать посредством звука, каким образом проекции, тот самый мэпинг, могут изменить реальный мир, раздробить нашу реальность, вот там все эти прекрасные духи. И даже, опять-таки, у него были такие социальные проекты, вот он там во Франции работает с учениками определенного колледжа, они там рассказывают о себе, но при этом, как только они начинают существовать таким образом, они превращаются в привидений, да, вот этих призраков, которые возвращаются в свой собственный мир в качестве, вот уже в виде такого призрачного существования. И вот такая там тоже инсталляция, может быть, самая масштабная видеоинсталляция, сделанная для огромного парка скульптур в Новой Деландии, да, про Кокотку, в котором там, наверное, самый невероятный парк, где он тоже делает такой гигантский скелет и гигантская историческая женщина, которая там покоится. Вот, и все вот эти возвращения различных персонажей, даже история культуры осмысливается, как история вот этих самых привидений, история медиумов, история спиритов. Может быть, ну, тогда, извините, нас, по-моему, торопят, поэтому я, наверное, расскажу про самые последние его, просто покажу еще всякие его замечательные работы. И расскажу про самый последний его проект, это проект, который называется «Импендерабили», собственно говоря, который подводит итог вот этим всем его исследованиям. Он всю жизнь собирает все фотографии, огромный архив того, что связано с историей вот этих технологических изобретений, связанных, с одной стороны, с историей психических расстройств, с другой стороны, с историей оккультизма. И для Уртлера в этом есть такая абсолютно его биографическая зацепка. Дело в том, что его дед Фултон Уртлер был писателем, детективщиком, писателем религиозным, он написал книгу, и он дружил, переписывался с Конон Дойлем и с Гарри Гудини. И Конон Дойль и Гарри Гудини были, как известно, верили в спиритизм и в медиумов. И Конон Дойль присылал Фултону Уртлеру фотографии, в то время очень известные фотографии, потому что фотография может запечатлеть появление духов во время спиритического сеанса, который не видит человек. Это были спальсифицированные снимки, но это были снимки очень известные. И в семейном архиве Уртлера была огромная коллекция этих снимков, присланных Конон Дойлем его деду. Его дед, наоборот, не верил в спиритизм, его задача была в том, чтобы объяснить Конон Дойле, что это фальшивки. И из этой истории про спиритизм, про деда, про огромный архив всех фотографий или снимков летающих тарелок, спиритических сеансов, трансов, Вот вся эта теневая история медиа, связанных, новую технологию, связанных с оккультизмом и связанных с надувательством, с духовными запросами и с тем, что, собственно говоря, в этом изобретательстве не является технически необходимым, не является экономически оправданным. Вот разрушает рационалистический образ мира, а для Уртлера он получил католическое образование, и для него вот этот опыт, детский опыт католичества, от которого он достаточно, тоже очень важен, потому что есть вот этот интерес к этому мистическому началу. Он собирает, вот в фильме, который он сделал только что, в фильме, который называется «Инфодорабли», который состоит как раз из всех этих архивов из этой теневой истории экономики, это игровой фильм, проецирующийся, по-моему, на пять или на шесть стен с каким-то невероятным звуком, который мы еще не видели, и я надеюсь, что посмотреть его можно будет только в музеях, но который подводит итог вот этой самой удивительной связи технологии медиа, оккультного, призрачного и иррационального, и появляется, естественно, чудовище Франкенштейна, который есть вот этот самый первый призрак, порожденный технологиями. Спасибо, извините, что так долго. Продолжение следует...